МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире телерадиокомпания «Губерния 33». Это программа «Новсю Владимирскую». В студии Александр Козлов. Начнем понемногу. На днях в газете «Комсомольская правда. Владимир» прошла информация о историческом для областного центра и даже для региона в целом событии. А именно, в заметке говорилось, что одна из управляющих компаний города, ЖРЭП номер 8, начала эксперимент по раздельному сбору твердых бытовых отходов, того самого мусора, который большинство из нас захватывает с собой утром, уходя из дома на работу. Почему мы считаем это событие историческим? Дело в том, что о необходимости и выгодности раздельного сбора мусора и в стране и в области говорится давно, но реальные попытки запустить этот процесс можно пересчитать по пальцам. Поэтому сегодня мы пригласили на программу генерального директора общества с ограниченной ответственностью ЖРЭП номер 8 Михаила Сорокина, чтобы поговорить о раздельном сборе мусора, о лицензировании управляющих компаний, ну и какие-то еще вопросы затронем. Михаил Анатольевич, здравствуйте. Добрый день. Михаил Анатольевич, давайте сначала введем зрителей в курс дела. Сколько домов, ну или в квадратных метрах находится под управлением вашей компании? В каком районе эти дома расположены? И как давно вы в принципе на этом рынке? Компания работает с 2008 года. В обслуживании на сегодняшний день это 159, управление и обслуживание 159 домов, более полумиллиона квадратных метров. То есть вы крупный довольно такой оператор по владимирским меркам? Да, один из крупных. Вот 159 домов, это сразу, скажем, та водчина, с которой вы начали работать, или сначала было меньшее количество жилого фонда, а потом оно увеличилось? Ну, вокруг этой цифры. Вокруг этой цифры. То есть какие-то дома приходят, отдельные дома выходят с ИЖ, то есть это такой непрерывный процесс. Давайте тогда о вашем эксперименте. Почему вы начали практиковать раздельный сбор мусора? Смотрите, в своей работе мы пытаемся создать благоприятные условия для проживания. Большое внимание уделяем благоустройству территории. И, соответственно, с начала 2014 года мы начали приводить контейнерные площадки в надлежащие состояния. То есть у нас на фонде порядка 60 с небольшим контейнерах площадок для сбора и вывоза ТБО и крупногабаритного мусора. То есть на них вставляется комплексный вывоз мусора. Порядка 40, на сегодняшний день порядка 40 контейнерах площадок полностью переборудовано. На них установлены заглубленные контейнеры. Заглубленные? Да. То есть это какая-то особая конструкция контейнера? Да. Смонтируется пластиковый стакан и сбор, сам мусор находится практически в земле. В этом стакане пластиковый мешок. Специальные машины были закуплены для выгрузки. То есть, во-первых, уменьшилась площадь контейнера площадки. Соответственно, мы полностью реконструировали ее, то есть заменили ограждение, выложили там тротуарную плитку. Они смотрятся довольно достойно при должном уходе. И вот с середины 2014 года мы попытались внедрить разбор, раздельный сбор пластика и стекла. То есть две части, или три получается, пластик, стекло и пищевые отходы? Ну, пищевые отходы и крупногабаритный мусор. А, пластик, стекло и пищевые отходы. Да, да. То есть, ну, на самом деле это широко применяется в странах Западной Европы. То есть мы на своем опыте в этом убедились. То есть мы были в городах-побратимах это Йене в Германии, Елена Гура, Польша. Там широко эта практика внедрена по раздельному сбору мусора. Государство активно ее поддерживает. Соответственно, жители получают там преференции в виде там снижения тарифа за ватилизацию мусора. А у вас? У нас на самом деле в углову угла поставлена сейчас на данный момент просто эта вот чистота, экология в углове угла. Но ведь для жителей это определенные сложности, возможно, представляет. Если раньше у них дома там, ну, как правило, под мойкой на кухне, да, есть один контейнер, ведро положим, в который собирается весь мусор, то сейчас их там должно быть либо ведер этих три, либо два, да, то есть как вот, как они вообще отреагировали на это? Ну, отреагировали на самом деле положительно, то есть наглядный результат это то, что вот эти контейнеры, сетки для пластика, контейнеры для стекла, они постоянно заполняются. Конечно, там присутствует до 20% там инородного мусора, который там досортировывается потом на месте сбора, на мусор перерабатывающей станции. Ну, в основном эксперимент нашел отклик, скажем, у наших жителей. А для вас, ведь вот вообще, опять же, если мы берем зарубежную практику, раздельный сбор мусора, он, это вообще очень выгодное дело, да, потому что тот пластик, то те бумажные отходы, там, стекло, которое отдельно собрано, их потом можно в дальнейшую переработку запустить. У вас какая-то тоже есть материальная заинтересованность в раздельном вывозе мусора? Или это вот эксперимент просто как в чистом виде, как это будет вообще происходить? Ну, материальная сторона в основном это у компании партнера, которая занимается вывозом мусора, это компания Спецтранс. То есть, соответственно, пластик, стекло, сейчас на вторичном рынке пользуются спросом, в том числе и в связи там с вводом санкций, скажем, сейчас выгоднее перерабатывать тот же пластик. Ну да, чем завозить серию? Да, по данным мусороперевозящих компаний, там действительно не успевают накапливать, сразу у них приобретают данные пластика и стекло. А жителям, там, или жители почувствовали там в уменьшении тарифа на вывоз мусора? Тариф на вывоз мусора, он сейчас входит в состав платы за содержание и ремонт живого помещения. Вот, начиная сотрудничать с компанией Спецтранс, мы изначально снизили тариф в составе этого тарифа, в составе общей платы за квартиру, скажем так. Ну, то есть, есть некая выгода? Ну, за счет, все равно, за счет и плюс компании Спецтранс, как раз она в рамках этого же тарифа, она вот взяла переборудование этих контейнерных площадок, ввела переборудование. Понятно, ну, то есть, определенная выгода у жителей тоже есть, плюс эстетика, да? Эстетика, да. Плюс эстетика, хорошо. Напоминаю, гость программы «На всю Владимирскую» сегодня Михаил Сорокин, генеральный директор ООО «ЖРЭП-8». Михаил Анатольевич, мы сейчас прервемся на блок новостей, а после продолжим наш разговор. Итак, губернские новости. Угрозы срыва посевной кампании во Владимирской области нет. Об этом заявила сегодня губернатор Светлана Орлова во время селекторного совещания. Его провел полпредпрезидента в Центральном федеральном округе Александр Беглов. Основным вопросом стала поддержка сельского хозяйства в регионах. По словам Беглова, прошлый год для наших сельхозпроизводителей был рекордным по сбору картофеля и зерна. Посевную кампанию 2015 года усложняют выросшие цены на удобрения. «У нас нет пока под угрозой ничего. Мы даже по топливу с «Лукойлом» разобрались. Насколько вы сейчас знаете, мы будем на 1364 гектара больше сеять. У нас пока все идет нормально. Сбербанк выделяет еще 500 миллионов. Вчера был у меня руководитель Сбербанка. Это та предварительная работа, которую мы проводили тогда с банками. Они сейчас будут финансировать». На селекторном совещании также подняли вопрос оплаты труда. В частности, есть идея увеличить минимальный зарплатный уровень во Владимирской области до 7 тысяч рублей. Этот вопрос будет рассмотрен 20 марта на заседании трехсторонней комиссии. Говорили и о подготовке к празднованию 70-летия Великой Победы. По словам Светланы Орловой, готовиться к торжеству начали еще не все районы области. А спикер ЗАГС Собрания Владимир Киселев отметил, что депутаты будут ходить по школам региона и рассказывать ребятам о Великой Отечественной войне во избежание так называемого переписывания истории. И это только часть предпраздничного плана. «Мы договорились о том, что депутаты всех уровней, не только депутаты законодательного собрания, а и депутаты всех уровней, депутаты органов местного самоуправления, у нас в Владимирской области и в других регионах СФО будут закреплены за конкретными памятниками, мемориалами, вечными огнями, с тем, чтобы помогать содействовать органам местного самоуправления в их ремонте и нормальном содержании». Делегация Владимирской области в эти дни принимает участие в торжествах, посвященных первой годовщине вхождения Крыма и Севастополя в состав России. Возглавляет ее первый вице-губернатор Алексей Конышев. Сопровождают его глава Владимира Коврова и Мурома Андрей Шохин, Анатолий Зотов и Евгений Рычков, представители крупных предприятий, общественных организаций «Боевое братство» и «Поисковое движение России», а также ветеран Великой Отечественной войны Николай Матвеевич Шелконогов. В программе пребывания Владимирской делегации на полуострове множество мероприятий, в частности в Севастополе, был дан старт международному автопробегу, в котором участвуют 27 общественных организаций со всего бывшего СССР. У Владимирской области самое большое представительство. Возглавляют колонну «Легендарная машина Победа» с номерами 33-го региона. За два месяца «Кавалькада автомобилей» посетит 90 городов, а завершится пробег 9 мая в Москве. С собой участники везут точную копию знамени Победы, которую пронесли во время военного парада в 45-м году на Красной площади. К слову, изготовили это знамя на Владимирской фабрике «Вымпел». Кроме того, Алексей Конышев провел ряд официальных встреч с руководством Республики Крым и города Героя Севастополь. На них обсудили перспективы сотрудничества Владимирской области с новыми российскими регионами в экономической и культурной сферой. Далее. Пенсионный фонд России запустил новый электронный сервис «Личный кабинет застрахованного лица». Сегодня во Владимире прошла его презентация. На официальном сайте ПФР начал работу сервис по информированию граждан о пенсионных правах в системе обязательного пенсионного страхования «Личный кабинет застрахованного лица». Теперь, зарегистрировавшись на сайте фонда или сайте госуслуг, любой гражданин до пенсионного возраста может поинтересоваться о количестве своих пенсионных баллов и длительности стажа, учтенных на его индивидуальном счете в ПФР. Электронный сервис позволяет узнать, сколько пенсионных баллов может быть начислено в 2015 году, а также получить подробную информацию о периодах трудовой деятельности, местах работы, размере начисленных работодателями страховых взносов. Если на сайте размещены неправильные сведения, можно внести поправку. В течение месяца обновленные данные появятся в личном кабинете. Ну и еще одна новость. Яркий, интересный и представительный. Сегодня в Суздале открывается юбилейный 20-й Всероссийский фестиваль анимационного кино. В конкурсную программу включено 85 работ. Все они прошли жесткий отбор профессионального жюри. Организаторы подчеркивают, мультфильмов меньше не стало. Просто требования к авторам и компаниям, заявившимся на фестиваль, стали выше. Не обошлось и без нововведений. В этом году показ фильмов будет проходить в 20 городах России, одном городе Белоруссии и пяти Владимирских школах. Учащиеся смогут принять участие в конкурсном голосовании. Кроме того, на площадках фестиваля пройдут многочисленные мастер-классы художников-аниматоров и писателей. «Колоссальный объем подготовительной работы, потому что уже Михаил Ильич сказал, в 18, а может быть даже 19 площадок по всей Владимирской области будут охвачены нашими творческими группами и показами мультфильмов. Плюс беспрецедентное количество мероприятий пройдет в самом Владимире. Наш фестиваль не ограничивается, естественно, ни турцентром, ни даже Владимирской областью. У нас в этом году по всей России идет акция под названием «Открытая премьера». То есть в 20 городах России и в одном городе Белоруссии, поскольку фестиваль 20-й, будут параллельно в эти дни проходят показы конкурсной программы. В каждом городе будет зрительское голосование. И к моменту закрытия фестиваля, в воскресенье 22-го числа, мы соберем информацию, какой же лучший фильм выбрал каждый из 20 городов. И на церемонии закрытия объявим лучший фильм, который выбрала Россия. Добавлю, что с полной новостной картиной дня познакомиться можно на нашем сайте, адрес сети интернет trc33.ru. Ну а мы продолжаем беседовать с генеральным директором ООО «ЖРЭП-8» Михаилом Сорокиным. Михаил Анатольевич, сейчас у управляющих компаний проходит процедуру лицензирования. Вы тоже, насколько я знаю, у вас на сайте эта информация есть, запустили эту процедуру. До 1 мая все управляющие компании должны успеть это сделать. После 1 мая работа без лицензии будет запрещена. Вот с точки зрения государства и жителей понятно, для чего проводится лицензирование. Порядок навести в сфере жилищно-коммунального обслуживания квартирными домами. Каких-то не очень добросовестных, может быть, управляющих, управляющие организации вывести с этого рынка. Вот с вашей точки зрения, как человека, который, собственно, занимается этим непосредственно, как вы относитесь к необходимости лицензирования? Ну, во-первых, это федеральный закон, который необходимо исполнять. Это первое. С другой стороны, мнения тех же экспертов, они разделяются, и мнение это двоякое. А если так вот пояснить, разделяются на что и что? Ну, многие сомневаются в эффективности вот именно этого нового введения. С другой стороны, довольно много принято законодательных актов в сфере жилищного законодательства, которые позволяют и контролировать деятельность управляющих компаний, и, соответственно, спрашивать с них. С другой стороны, возможно, мы все-таки, я такой же собственник, такой же житель, мы вот и такими действиями, возможно, приучаем жителей постоянно жаловаться, вместо того, чтобы собраться и попытаться совместно с представителями управляющей организации решить те или иные проблемы. То есть я вот разговор веду к тому, что проще, пожалуй, скажем, проще жителю пожаловаться на действия или бездействия управляющей организации, якобы бездействия, чем вникнуть в ту или иную проблему, а почему эта проблема не решается. Основная проблема на домах, которые находятся в управлении нашей компании, то, что они построены в 50-60-х годах, капитальный ремонт по большому счету должным образом не проводился, соответственно, любое здание оно ветшает, и чтобы поддерживать в надлежащем состоянии данные дома, ну, необходим тот тариф, который реально обоснован и соответствует тому, чтобы поддерживать эти дома в надлежащем состоянии. Ну, вообще, как вы оцениваете вот этот вот рынок? То есть я поясню, что я хочу у вас спросить. Эксперты, многие эксперты оценивают его как один из самых больших именно серых рынков. То есть количество средств, обращающихся на этом рынке, оно триллионами исчисляется ежегодно. И многие говорят, что как раз вот именно на данный момент надлежащего контроля за управляющими компаниями как такового нету. Там это касается и стандартов раскрытия информации, и взаимоотношений их с жителями. Вот. Вот вы как считаете, на данный момент все-таки большая часть управляющих компаний это добросовестные участники рынка? Или все-таки много пришло таких, которые, что называется, рыбку в мутной воде поймать? Ну, я могу судить по городу Владимиру. Я считаю, что большинство компаний у нас добросовестны. Тогда давайте так вот. Есть ли какие-то шаги, которые, на ваш взгляд, было бы неплохо государству предпринять для того, чтобы ситуация на рынке жилищно-коммунальных услуг улучшилась? Ну, с лицензированием мы разобрали. Вот помимо лицензирования. Какие шаги могли бы быть предприняты с вашей стороны как практика? — Ну, наверное, трудно здесь что-то посоветовать нашим законодателям. Мне больше импонирует, скажем, позиция того же виск губернатора Конышева Алексея Владимировича. То есть не надо постоянно заигрывать с жителями, скажем так. Вот я в начале этого блока начал этот разговор. Еще раз говорю, на тех домах, где есть активный совет дома, где активно председатель совета дома, где налажен контакт между жителями и управляющей компанией, где жители заинтересованы и понимают, что вот этот многоквартирный дом — это их собственность, а не управляющая компания, там результат действительно налицо. — То есть нужно активизироваться именно жителям в первую очередь? — В первую очередь. По сути, я понимаю, что наиболее перспективная форма управления недвижимостью — это ТСЖ или ТСН. Но опять же, анализируя практику, не все ТСЖ успешны. И не все ТСЖ обслуживают должным образом свои дома. Возможно, там органам местного самоуправления удобнее с ним работать в чем-то, ответственность лежит полностью на ТСЖ в чем-то. Но все зависит от того, кто стоит во главе этого ТСЖ, ТСН, ну это, наверное, в любой организации, кто стоит и кто организует эту работу. — Рыба с головы, как говорится. — Ну а так вот я еще раз хочу отметить, что на тех домах, где найден диалог, скажем, по нашей управляющей компании, это большинство таких домов, где жители начинают просыпать, просто на глазах начинают просыпаться они. И заниматься своим домом. — Ну вот я вот, например, был на вашем сайте, я смотрю, у вас там от ваших жителей, ну вернее, как от жителей тех домов, которые вы обслуживаете, там благодарности есть. То есть там конкретный пример. Вот у нас была такая-то проблема, ваши специалисты, там просим как-то их премьировать. То есть, ну на самом деле это нетипичная ситуация. То есть получается, что жреп номер 8, специалистам жреп номер 8, как бы удается находить контакт с жителями, а ряду других организаций, мы не будем перечислять, дабы тут никого не обидеть, не удается. Каким образом вам это удается? — На самом деле компаний таких много, которые выстраивают конструктивный диалог с жителями. Ну а так я в своей работе всегда со своим коллективом, работник своего коллектива, я всегда рекомендую просто относиться к жителям так, как они хотели бы относиться, а не таких жителей, чтобы к ним относились. То есть, когда к ним приходит тот же сантехник или рабочий, чтобы не было хамства и ничего там, была нормальная работа, и чтобы по результатам этой работы не надо бы ставить штамп, как раньше было там сделано в ЖКХ. — Понятно. На ваш взгляд, сейчас на данный момент на Владимирском рынке жилищно-коммунальных услуг существует конкуренция, здоровая и нормальная конкуренция между управляющими компаниями. Я почему спрашиваю? Потому что, когда вот эта система управления домами вводилась, то один из аргументов был такой, что как только у нас появятся частные управляющие компании, между ними возникнет конкуренция, это приведет, с одной стороны, к снижению платы за жилье, с другой стороны, к повышению качества услуг. Вот, собственно, и вопрос. Есть у нас сейчас конкуренция между домами, между управляющими компаниями? — Скажем так, выбор у жителей всегда есть, это либо сменить управляющую компанию, не всегда это легко происходит на практике, то есть возникает сложность, есть там передача технической документации. Есть выбор, это уйти в ТСЖ, то есть вот в 2013 году у нас дом ушел в ТСЖ, мы корректно с ними расстались, без взаимных претензий. — А к вам приходили дома, других управляющих компаний? — Да, так же к нам пришли, это и с других управляющих компаний, и ТСЖ мы взяли на обслуживание управления, а на обслуживание. То есть вот такой, по-моему, процесс постоянный, что-то бывает, что-то пребывает. То есть у жителей действительно должно быть право выбора. С другой стороны, я еще раз повторюсь, большинство компаний примерно работает одинаково. И, скажем так, выработан какой-то стандарт поведения, взаимоотношений, в частности, тех компаний, которые входят в Владимирскую ассоциацию управляющих компаний. — Как вы относитесь к тому, что создана в городе муниципальная управляющая компания? — Это не запрещено законом, пожалуйста. — Почему бы нет? — А не опасайтесь, что... Там же ведь обещают... То есть вот у нас недавно Сергей Владимирович Сахаров приходил к нам на программу, и он говорит, что опять же будем стремиться к тому, чтобы снизить тарифы, повысить качество обслуживания. Не считаете, что возможен вариант, когда случится некий исход домов из частных управляющих компаний под крыло муниципальной? — Ну, все это было в этой жизни возможно, Александр, и надо своей работой просто оказывать. Мы всегда уважаем выбор жителей, выберут они муниципальную управляющую компанию. Я понимаю, что в ряде случаев административный ресурс играет какую-то роль. Это было и на практике. Жизнь покажет. — Понятно. Ну да, в общем-то... — Еще раз повторюсь, тариф должен... Чудес на свете не бывает, тариф должен быть экономически обоснованный и, скажем так, нормальный, дешево, это не значит хорошо. — Ну да, тут сложно не согласиться. — Тариф должен быть прозрачный, и люди должны понимать, за что они платят. То есть в этом плане мы максимально открыты. — Понятно. Спасибо. Напоминаю, гостем программы «На всю Владимирскую» сегодня был Михаил Сорокин, генеральный директор ООО «ЖРЭП-8». Михаил Анатольевич, вам большое спасибо, что пришли. — Пожалуйста. — Во всех ваших начинаниях от раздельного сбора мусора до ваших контактов жителей, пускай все складывается. Нам такие управляющие компании нужны. Я, Александр Козлов, с вами прощаюсь. Следите за новостями на нашем сайте trc33.ru Там же можно найти запись всех наших программ. До встречи на телеканале «Домашний». По прогнозам синоптиков, в течение дня во Владимире ожидается ясная погода. Ветер восточный 1 метр в секунду, температура 8 градусов выше нуля. Атмосферное давление 761 миллиметр ртутного столба. В Александрове ясная погода плюс 9. В Коврове ясно, температура 9 градусов выше нуля. В Муроме также ясно, воздух прогреется до плюс 8.